Детский сад Но пока в него записано чуть больше 70 дошкалят, проживающих в расположенных поблизости микрорайонах Видный город, усадьба Суханова и Государев дом. Очень хороший сад, достаточно красивый, уютный, находится в таком уютном месте, живописном, вокруг лес. Нам очень здесь понравилось. По пути на работу завожусь сюда, еду дальше при выезде уже на МКАД, как раз очень удобно мне завести его сюда и поехать дальше, также и на обратном пути. Торжественная церемония, посвященная открытию детского сада, прошла в музыкально-спортивном зале учреждения. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров выразил благодарность представителям компаний-застройщика жилого комплекса. Хочу поблагодарить строителей за своевременную сдачу этого детского сада. И, конечно же, я уверен, что и другие социальные объекты в этих микрорайонах также будут вами с опережением срока вводиться, потому что в нашем городском округе достаточно большой запрос на социальную инфраструктуру. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на шесть групп для детей от двух до семи лет. Ребятам тесно здесь не будет, общая площадь здания почти полторы тысячи квадратных метров. Поздравляем наш любимый детский сад! Пусть радушно принимает он и взрослых, и ребят! По окончании торжественной части для гостей провели небольшую экскурсию. В саду оборудован медицинский блок, есть кабинеты для организации занятий с учителем-логопедом и педагогом-психологом, методический кабинет, кабинет для дополнительных занятий. Хочу вам сказать с уверенностью, сказать, что здесь детям будет очень комфортно, потому что уже на сегодняшний момент трое детей не хотели уходить сегодня домой. Так что это о многом чего говорить. Исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров отметил, что администрация муниципалитета продолжит работу с застройщиками по исполнению ими, прежде всего, взятых на себя социальных обязательств. Сначала школы, сады, поликлиники и так далее, а после этого уже жилые комплексы для нас, конечно же, это приоритет, потому что тогда, в таком случае, наши жители сразу получают не только жилье, но и готовую социальную инфраструктуру, которую не нужно ждать. На 2024 год в муниципалитете намечена большая программа по вводу объектов образования. Планируется, что всего будет открыто 6 школ и 6 детских садов. Все в новых микрорайонах. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.